Карпухин, молодец, спасибо, Александр. Дорогие друзья, я скажу откровенно, наверное, мы с моей женой Светланой знаем и политича меньше, может быть, чем все остальные, вот так вот по годам совместного общения. Но тем не менее, вот за эти небольшие, так сказать, года, за то небольшое время, мы с Валерой успели выпустить пять дисков о военной медицине. Это правда. Мы сейчас собираем уже на шестой, на седьмой, так что жизнь творческая и совместная продолжается. Мне в определенной степени повезло, потому что, вот мы слушали песню серии, очень много песен на диске, которые вот Валера за небольшие деньги предлагает вашему вниманию, и это правильно. Потому что, когда покупаешь диск, уже его слушаешь. Когда даришь, можно поставить на полочку, но, может, когда-то в риме придет. Я был свидетелем, как Валера начинал писать песню о Южной Осетии. В это время, вот здесь ребята присутствуют, значит, мы жили в казарме в городе Владивостоке, в Владикавказе, я прошу прощения, в Лайсово еще съездим. Времени, как обычно, вот вечером собирается, время нужно для общения. Ложились практически не очень поздно, а где-то ближе, очень рано. Дальше, примерно, вот, интеллигентно наш разговор с Валерой, а наши койки стали рядом, звучал так. Я сплю и чувствую, что рядом кто-то играет на гитаре. Я не открываю слов и говорю, Валерочка, дорогой, это ты? Он говорит, да, Коленька, доброе утро. Я просто так интеллигентно пересказываю наш разговор. Я говорю, Валерочка, а что ты делаешь? Он говорит, Коленька, я начал писать песню, писать про Южную Осетию. Вот у меня мысль появилась. Я говорю, Валерочка, а который час? Он говорит, Коленька, пол шестого утра. Думаю, чем бы его сломать-то? Я говорю, Валерочка, а на чьей гитаре ты играешь? Он говорит, да, твоей Колечка. Я говорю, дорогой Валерочка, положи ее на место, дай ребятам поспать. Вот так начиналось писать. Он, правда, это было четвертого сентября, он вот этот день написал песню. Валер, так? Писни замечательные. Я просто рассказываю, вот еще это пришло творческое вдохновение. Он взял и решил написать. И правильно сделал. Потому что, если бы он написал, отложил. Нельзя. Вот. Ну, а поскольку я все-таки доктор, я хочу сказать немножечко Валере пару хороших слов. Ну, и вы послушайте. Дуже внимательно. Валер, вот твой юбилей, можно считать, что, ну, первый такой, первый серьезный, потому что впереди еще много юбилеев, впереди большая творческая жизнь, впереди еще общение с друзьями, поездки, командировки. На эту тему есть хороший медицинский вопрос. Я тебе сейчас его расскажу, и вы внимательно тоже послушайте. Приходит женщина к диетологу и говорит, доктор, я хочу похудеть, что мне делать? Папа говорит, хочешь худей, хочешь не худей, ну, рыба и мясо надо есть обязательно. Мама мне, доктор, говорит, нет, в случае только фрукты и овощи. Доктор, а дедушка сказал, что хочешь, но в день пол-литра надо выпивать обязательно. Доктор, что делать? Доктор говорит, ну, знаете, все, что касается завтрака и обеда, прав ваш папа. Все, что касается пол-литра и ужина, права ваша мама, безусловно. Доктор, а что дедушка-то мне наврал, что ли? Дорогая, а сколько лет вашему дедушке? Она говорит, сто третий пошел. Ты смотри, и дедушка дал мне плохой совет. Так что, Валер, во-первых, спасибо тебе огромное за то трудное время нашего с тобой общения. Я прекрасно понимаю, и ты, что не все проходит сладко и гладко. Но иногда бывает, как электрокардиограмма. Но, слава богу, если в целом взять, ровно никогда ни у кого не бывает. Это первое. Второе. Вот если жить примерно то, о чем я сказал в анекдоте, потому что жить надо долго, жить надо счастливо, и жить надо в том числе и сегодняшним днем, но и думать о завтрашнем. Но самое главное, что моя жена... А вы знаете, что все мужские секреты в основном знают женщины. Это правда. Если женщины не согласны, скажите, кто не согласен. Вы знаете больше и лучше, чем вы о мужских секретах. Поэтому моя жена купила твоей жене букет. Жене, жене, жене. Потому что речь идет о мужском долголетии. Но этот букет надо посадить. Надо, чтобы твоя за ним жена ухаживала. Этот букет называется сельдерин. Вот смотри, он смеется, он, видимо, в курсе. Так что букет посадить на даче, букет поливать, за букетом ухаживать, вести дневник и докладывать о своем мужском долголетии. Можно попасть? Спасибо вам огромное.